Спортэкспресс ТВ В чем же заключается соревнование? Спортсмены, мужчины, женщины, мальчики и девчата собираются в одном месте для того, чтобы выяснить раз в год, кто же из них самый лучший атлет. Трюки делятся на несколько категорий. Это вращение, сальтовые элементы и трюки, которые больше похожи на полет Супермена. Вейкбординге есть несколько категорий. Они различаются по возрасту. Если вам до 30 лет, значит, вы можете записываться в категорию открытую. Если вам после 30, значит, вы ветеран. Вы заслуженный человек, вы мастерс. Но это никак не влияет на уровень вашего катания. Победители чествуем все вместе. Здесь нет такого понимания круче, да? Круто то, что мастерцы катаются, да? И то, что позволяют еще тем людям, которые начинали вообще в этой жизни, когда еще не было тех молодых людей, которые выступают в категории Open. Да, мы уже катались 10 лет назад. И здорово то, что этот чемпионат проходил по мировым правилам. Не без гордости, друзья, мы представляем вам победителя в категории Open Man. Открытая категория – вейкбординг. Это значит, что спортсмену до 30 лет, он в полном рассвете сил, и его программа купила не только зрителей, но еще, конечно же, судей. Поэтому золото. Но, определенно, конкуренция была гораздо сильнее, чем в том году. Приехала команда Кликсильвер по вейкборду. Представление Никиты Терского, Антона Катергина. Очень крутые ребята. Было интересно кататься. Волна, волна! Здесь, в Калуге, идет волна. Это значит, что сейчас я хочу рассказать вам об уникальности чемпионата России 2011 года. Помимо привычных категорий – мужчин и женщин на вейкбордах, у нас есть совсем новое отделение спортсменов – это вейксерферы. По большому счету, это люди, которые скучают по океанической волне и пытаются найти подобную здесь, в городских плоских водных условиях. Для этого они используют мощный катер, идущий с меньшей скоростью. За ним образуется бурун, который они используют для своих трюков. Посмотрим, кто победил. Кто же самый сильный серфер – вейксерфер в России? Сюрфингом занимаюсь последние четыре года. Катаюсь практически круглый год. Зиму провожу в Индонезии, на острове Бали. Летом катаюсь на вейксерфинге в Москве. Мне, как организатору, всегда очень сложно оценивать, с точки зрения организатора. Но я стараюсь прислушиваться к тому, как люди, которые имеют мало отношений, которые сторонние люди, как они к этому относятся. Принципы, отзывы очень хорошие. То есть на стартовых площадках спортсменов просвещено не пришлось долго ждать. Все подавалось в соответствии с графиками, а это, думаю, самое главное. Ну и люди, которые просто пришли для того, чтобы посмотреть, они были обеспечены всем необходимым. Решился очередной календарный чемпионат России по вейкбордингу за катером. Проходил он в Калуге. Комплекты медалей розданы, и все спортсмены, зрители удалились на автопати. Мы тоже перебрались, только в московский район Строгино, где ровно через неделю состоится очередной чемпионат России по вейкбордингу, правда уже в лебедочной версии. Это будет настоящее спортивное шоу. Я Юра Пашков, мы встретимся ровно через 7 дней здесь, в Строгино. Вы смотрите Спортэкспресс ТВ и Спортэкспресс Экстрим. Счастливо!